Всем привет ребята! Сегодня в этом видео я бы хотел затронуть тему хакатонов, а именно игрового направления. Расскажу свой опыт участия в хакатонах, поделюсь секретами и опытом, которые помогли моей команде занять два раза первое место и один раз третье место. Погнали! Коротко об игровых хакатонах. Это мероприятие, на котором опытные или начинающие программисты, художники, геймдизайнеры собираются вместе для совместного создания новых игр или концептов игр за короткий период времени, обычно в течение одного или двух дней. Такие мероприятия часто имеют определенные темы или задачи, а целью является создание рабочего прототипа или демо-версии игры, которую можно представить судьям и потенциально доработать. Игровые хакатоны могут стать отличным способом для разработчиков игр, приобрести новые навыки, наладить контакты с другими профессионалами в отрасли и, возможно, запустить новую игру или проект. Мой первый опыт знакомства хакатон состоялся в 2019 году в городе Владивосток. У нас была VR-игра наподобие фильма «Техоокеанский рубеж» в стиле стимпанк. Мы тогда заняли первое почетное место. За первое место команда получила 200 тысяч рублей. Второй раз выиграли хакатон уже в 2020 году в Якутске у себя в городе. В этот раз у нас была игра в жанры, привлечения, сюжетом и так далее. Главная героиня игры по сюжету потеряла семью в автокатастрофе. В скором времени у нее появилась сверхспособность поворачивать время вспять. Наша команда за победу получила 60 тысяч рублей. Третий раз, где я участвовал один, это не был хакатон, а был питчинг на акселераторе Playport. Там я получил третье место. Внизу будет ссылка на этот питчинг, можете отдельно посмотреть. Почему я этот момент включил в список, вы поймете далее. После участия в хакатонах я выявил несколько пунктов, которые встречались во всех трех. Которые я считаю помогут и вам также выиграть или хотя бы увеличить шансы на победу. Пункт номер один. Команда. Наличие сплоченной и хорошей функционирующей команды имеет решающее значение. Когда время ограничено и все должны эффективно работать вместе. Даже ношение одинаковых униформов может помочь создать чувство единства и командного духа. Так и случилось в первом хакатоне во Владивостоке. У нас была единая форма. Как мы и узнали потом, это на сути оказало большое впечатление. Вот кстати тоже. Питчинг. Плайпорт. Выиграла команда, у которой была единая форма. Хотя бы оденьте одинаковую форму на финальном питчинге, а не во время разработки. Пункт два. План действий. У вас должна быть доска. Куда вы могли бы крепить бумажки с задачами или доска, на которой можно писать маркером. Но если вы работаете удаленно, то рекомендую конечно электронные доски. Я обычно использую для этого трелло. В первый день выделите время мозговому штурму и предложите множество идей игры. Не бойтесь выкинуть несколько безумных идей. Помните, чем безумнее идея, тем больше шансов на победу. В конце дня выберите лучшую идею и распределите роли между членами команды. Совет. Ни в коем случае не нужно делать игру с идеей убийцы GTA. Вот сразу нет. Далее. Организуйте репозиторий для синхронизации версий. И выберите движок, на котором будет вестись разработка. Не стоит в первый день сидеть допоздна. Лучше раньше пойти выспаться, чтобы прийти на второй день рано утром со всей командой. Второй день. Разработка кода и создание контента начинается со второго дня рано утром. Поскольку это позволяет команде максимально эффективно использовать имеющееся время. Достиживаться допоздна и работать всю ночь может быть непросто. Но это также важная часть опыта Хакатона. Подготовка презентации игры очень важна. Ее не следует упускать из видов. Считайте, что это вишенка на вершине торта. И это третий пункт. Это можно делать параллельно с разработкой игры. И хорошо бы поручить эту задачу тому члену команды, у которой есть дополнительное время. Или который особенно искусен в презентации. Презентация должна быть красиво оформленной. Чтобы впечатлить в твоей. Я имею ввиду не само оформление, а сама игра. Чтобы хорошо смотрелось внутри презентации. Покажите красивые скриншоты, концепт-арты, будущие фичи и так далее. И самое главное. Старайтесь использовать как можно меньше слов в самой презентации. А больше картинок. Вы можете не поверить, но можно выиграть Хакатон, не имея готовые игры. Если у команды есть сильная концепция и увлекательная презентация. В этом случае на суде может произвести большое впечатление креативность команды. И потенциал для будущего развития, чем сама игра. У меня такой опыт как раз был на питчинке Playport. У команды-попедителя не было прототипа игры. Зато у них была единая форма и классная презентация. Третий день. Полировка игры и запись геймплея на третий день могут помочь обеспечить наилучшее состояние игры для презентации. Это также поможет сделать презентацию более увлекательной и динамичной. Во время выступления перед судьями лучше показать запись геймплея, чем давать играть прототип игры, потому что давайте будем реалистами. Кто хочет играть в глючную игру? Для записи геймплея подойдет OBS Studio. Человек, который будет представлять игру, должен хорошо отдохнуть накануне презентации. Это поможет ему быть более бодрым и энергичным во время выступления. Что важно для того, чтобы произвести хорошее впечатление на судей и зрителей. Презентовать проект с уверенностью и энтузиазм очень важно. Человек, презентующий игру, должен быть увлечен игрой, чтобы прям горели глаза у него от этого проекта. Вот те пункты, которые я хотел с вами поделиться в этом видео. Игровые хакатоны могут стать отличной возможностью для обучения и роста как для устоявшихся команд, так и для новичков. Для уже сложившихся команд участие в хакатоне может стать возможностью еще сильнее сплотиться. Для новичков хакатоны могут стать отличной возможностью узнать о разработке игр, познакомиться с другими начинающими разработчиками и получить практически опыт работы над игровым проектом. Хакатоны также могут стать способом выяснить сильные и слабые стороны человека, что поможет ему сосредоточиться на тех областях, которые ему необходимы в улучшении будущего. Так что если вы хотите связать свою жизнь с геймдевом, то обязательно участвуйте в игровых хакатонах. Ребята, пишите пожалуйста в комментариях, что еще вы могли добавить в мой список. И помогли ли мои советы вам. А с вами был Сергей Попов. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал или сами решайте. Управляйте своей жизнью сами. Всем пока.